ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМОГЛИ УБЕДИТЬСЯ, ОБЁЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ БОЛЕЕ ЧЕМ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНК ВОВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ НОВЫЕ ДВЕРИ И ОКНА В основном все требования, которые мы выполнили В этом детском саду, сейчас уже Учитываются при ремонтах Остальных детских учреждений Здесь очень красивые игровые площадки Они уже современные Уже отвечают всем стандартам Проект детсада был откорректирован В соответствии с новыми требованиями надзорных органов По всем стандартам оснащенный пищеблок В его 11 цехах на современном оборудовании Будут работать профессиональные повара На обед щи, суфле из мяса, соус сметаны, пюре И компот из свежих яблок Полностью укомплектованный медицинский блок Ему нет аналогов ни в одном из 75 детсадов Архангельска Оснащение очень высокий уровень Для детей в этом саду есть все, что необходимо Сиверка – чудо не только строительной, но и педагогической мысли В девяти группах – современное игровое и учебное оборудование Игрушек много, все новое, все красивое Не во всех садах есть такое Поэтому все сразу заняты, все очень довольны И мы в том числе В помощь педагогам и воспитанникам Сиверка Мэр Архангельска Виктор Павленко Выделил почти 2 миллиона рублей На приобретение дополнительного оборудования Игрушки, дидактические пособия В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Для всестороннего развития детей Различные пирамидки, различные конструкторы Детям будет очень весело и интересно Сдавать ежегодно 1-2 детских сада Для Архангельского муниципалитета Стало хорошей традицией А для ликвидации очереди в детсады В нашем городе создана так называемая дорожная карта По ней и проходила реконструкция Сиверка То, что мы увидели здесь Это соответствует самым современным требованиям Мы присутствие в столице региона Открывая детское дошкольное учреждение Видим мы соответствующий стандарт требований Такому учреждению И который дает возможность Разносторонне развивать детей Именно так надо строить Ни в коем случае не понижая планку Безусловно, всегда есть к чему стремиться Но то, что здесь сделано на очень хорошем уровне Это факт Спасибо всем Всего на реконструкцию здания При софинансировании областного и федерального бюджетов Было направлено почти 100 миллионов рублей В том числе 52 из городской казны Открывали в Коряжбе прекрасный детский сад на 280 Мне сказали, что лучше уже нет Захожу в этот еще лучше Это очень приятно И приятно о том, что деньги и федеральные, и областные, и муниципальные Вот так хорошо оснащаются детскими садами Это хорошо, что главы стремятся Губернатор, мэр наших городов Спасибо, Виктор Николаевич, что этот проект вы ввели С начала до конца И даже такая интересная форма Что заведующий детским садом Приходит сюда на нулевой проект строительства И сама строит вместе со строителями То есть она, как она сказала, мой детский сад Она его, так сказать, в каждый уголочек Как хозяйка этого дома Все учла Поэтому, наверное, так и приятно, и хорошо будет здесь деткам Так что будем продолжать Обеспечение детей местами в детсадах Продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города Определенной и в майских указах президента Мы программой дополнительных детских мест занимаемся уже несколько лет Это одно из главных направлений работы муниципалитета Это восьмой детский сад, который открывается Переоборудуется в городе Архангельске За счет внутренних резервов детских садов Мы открыли порядка две с половиной тысячи мест Ну, за это время порядка четырех тысяч Конечно, это, к сожалению, мало Мы, конечно, выполнили указ президента Российской Федерации И с трехлетнего возраста все ребята у нас устроены Еще два года назад Поэтому наша задача А потребность есть с полутора лет Поэтому наша главная задача сейчас Работать над открытием детских мест с полутора лет И вот в ближайшее время, я думаю, что мы будем участниками Сдачи нового садика Тоже на 200 мест Это на розочке Я думаю, что также будем радоваться вместе с ребятишками Эта программа продолжается Строительство Есть у нас и форма частного государственного партнерства Вы знаете, на Сульфате, на Добролюбовом Мы открыли детский сад Поэтому работа продолжится Потому что это, еще раз говорю, одна из главных задач 219 ребятишек сюда пришло Это 219 мам могут пойти на работу Или заниматься другим делом Ребятишки будут присмотрены, ухожены, научены Это является не просто временем пребывания В отличие от частных детских садов Которые, кстати, тоже в городе Архангельске открываются Тоже одно из направлений деятельности малого и среднего бизнеса Но это дошкольное учреждение И здесь ребята готовятся к школе Это очень важно, я считаю Это не место пребывания, а место подготовки к школе Ну, наверное, так хорошо получилось Потому что руководитель женщина, она сама мама И она хочет сделать для детишек по-хорошему Реконструкции Сивер-Кархангельский муниципалитет не ограничится В планах реализация готового проекта детсада на 280 мест В 7-м микрорайоне округа Майская горка На проектирование аналогичного учреждения в Соломбале Выделены средства из городского бюджета Оба детсада могут быть построены в рамках региональной дорожной карты Ликвидации очереди в детские сады Нина Сергеевна, итак, детский сад Сивер-Ко Открыл свои двери для малышей Округа Майская горка Как в целом ведется работа по открытию новых детских садов? Сколько всего за последнее время их появилось в Архангельске? Ну, с 2007 года мэрия города Архангельска Планомерно открывает дошкольные образовательные учреждения На сегодняшний день это 8 детских садов Я думаю, перечислять их не будем, потому что весь город знает По детскому саду в год В прошлом году, например, это был детский сад на улице Добролюбова Да, это частногосударственное партнерство Впервые в городе Архангельске В позапрошлом году у нас был открыт Семицветик Это тоже в округе Майская горка Ну и если это двигаться назад, то это по детскому саду В каждом округе Каждый год по одному дошкольному учреждению Помимо этого, в существующих детских садах открываются дополнительные группы для ребят Сколько всего их создано, что для этого делается? Ну, за счет эффективного использования зданий Групп в дошкольных образовательных учреждениях Мы ежегодно еще открываем дополнительные группы За счет чего происходит этот процесс? Не секрет, что в конце 90-х годов закрывались группы в дошкольных учреждениях Но мы их не передавали никуда Мы открывали центры, развивающие центры для детей в этих дошкольных группах И на сегодня, в связи с тем, что возникла потребность для полного дня пребывания ребенка Эти центры мы закрываем и открываем группы для детей полного дня То есть за последние годы, вот за последние три года у нас открыто на 500 МЕЦ Это 23-24 группы, дошкольные группы Но планомерно, как я уже и говорила, мы этой работой занимаемся с 2007 года Если в сравнении посмотреть, то это еще дополнительно 8 детских садов, 12-ти групповых По количеству открытых дошкольных групп И в каждом округе открываются дополнительные группы? Да, открывались в каждом микрорайоне А получается, то есть помещения, которые находятся в детском саду, они просто переоборудоваются? Переоборудоваются, да Ну, не секрет, были зимние сады у нас открыты К сожалению, зимние сады, если есть третий этаж, мы переносим на третий этаж И то групповое помещение, которое используется под группу, спальню Это по назначению сейчас Ну, вот не секрет, что родители хотели бы отдать своего ребенка в детский сад Ребенка до трех лет возраста Сколько действует ясельных групп сегодня у нас в городе И как ведется работа по увеличению их количества? Ну, на сегодня, конечно, не секрет Это указом президента у нас исполнение То, что мы должны обеспечить всех трехлетних детей дошкольным образованием В городе это выполняется Открываются также дополнительные группы раннего возраста На сегодня их 43 в городе К великому сожалению родителей, действительно, эти группы на отдаленной территории То есть на окраинах города Такие, как Экономия, это поселок Талаги, Селикатчиков Ну, вот в этом году мы уже рассмотрели вопрос В высокогорском территориальном округе в ряде садов открыты группы раннего возраста В привокзальном микрорайоне у нас открыты такие группы Чем это обусловлено? Вот та потребность в детском саду детей, которые стоят в очереди Всех трехлетних детей мы определяли И переходим, как правило, автоматически к возрасту детей с двух до трех лет И при наличии ребенка возможности направить его в дошкольные учреждения Мы всегда, конечно, рады группам раннего возраста Потому что чем раньше мы начнем заниматься с ребенком Тем, как мы считаем, более эффективно у нас проходит работа Есть небольшой минус Это судебные решения К великому сожалению, родители подают в суды, когда ребенку исполняется полтора года И тогда уже вступает закон, что это дети идут во внеочередном порядке И, как правило, вот в эти группы у нас попадают дети Не те, которые стоят в очереди и написали заявление и ждут дети с двух до трех лет А вот эти вот дети раннего возраста А в суды-то, получается, обращаются по какой причине? То есть вот исполняется ребенку полтора года, да, и родители имеют право обратиться Да, ну у нас комплектование дошкольных учреждений, как правило, с полутора лет осуществляется Это в порядке у нас прописано В связи с тем, что потребность велика, а количество мест все-таки ограничено Мы понимаем, родителю нужно выходить на работу Единственный способ внеочереди попасть, это подать в суд Но, к сожалению, мы не можем таких маленьких детей комплектовать к детям дошкольного возраста То есть детям, которым уже исполнилось три года Которые в порядке очереди у нас поступают в дошкольные учреждения Поэтому, как правило, на город они попадают, на окраины Нина Сергеевна, развиваются ли сегодня в Архангельске услуги вариативного образования Так называемые, это группы кратковременного пребывания детей, центры работы с малышами? В настоящее время в городе востребованы вариативные услуги дошкольного образования То есть те дети, которые не посещают детские сады Родители могут обратиться у нас в центры по работе с семьей В городе таких восемь центров То есть в каждом округе по центру И в самых наиболее больших, как Октябрьский округ Два детских сада, которые у нас занимаются по работе с семьей Данную информацию, в какой детский сад можно обратиться Можно найти на сайте официальной мэрии города Архангельска На странице департамента образования Есть вариативные услуги Там информация по каждому детскому саду Какую услугу он предоставляет Кто занимается с этими детьми По какому телефону можно обраститься То есть вся информация доступна Что касается групп кратковременного пребывания детей С 2012 года в городе Их, может быть, к великому сожалению, нет Объясню почему Как правило, востребована услуга полного дня Дети 4-5 часов пребывания в детском саду Для родителей не очень удобно Потому что нужно выходить на работу Мы это понимаем И вот использование помещений Когда мы рассматривали по открытию ДОП-групп Как раз один из выходов было еще закрытие Вот этих групп кратковременного пребывания Ну я знаю, что предприниматели в нашем городе Получают субсидии в том числе На организацию дополнительных групп Насколько эта работа уже поставлена на поток Какие-то результаты положительные Ведь наверняка есть И родители идут в эти группы Да, идут К сожалению, родители вынуждены идти в эти группы Потому что муниципалитет не может обеспечить всех детей с полутора лет И более ранний возраст есть Да, действительно, на сегодня выдаются субсидии Бизнесу на то, чтобы были открыты дополнительные группы Для того, чтобы развивались эти группы Чтобы в эти группы создавались условия для детей В соответствии с требованиями Ну, так скажем, поддержку, я так понимаю Частного бизнеса Да, частный бизнес находит ежегодно То есть и в 2014 году были какие-то Да, в 2013 году у нас были В 2014 году проводились Данная работа будет и в 2015 году Эту информацию также можно получить На сайте мэрии города В разделе департамента экономики А предприниматели в этом плане Больше тяготеют к центру Архангельска Или с удовольствием идут и в окраины нашего города Ну, как правило, такие центры, конечно, у нас созданы в центре города Ну, вот есть в Соломбале У нас такие центры более распространены По Исокогорскому микрорайону, к сожалению, никто не заявлялся Но, как я говорила уже перед этим Что в Исокогорском округе у нас и группы раннего возраста существуют Может быть, поэтому потребностей нету в этих центрах А вот насколько удовлетворена потребность В специализированных так называемых группах И вот детских садах комбинированного вида, что называется Которые занимаются с ребятами с ментальными особенностями, скажем так Особый ребенок всегда был в приоритете в муниципалитете На сегодня у нас действует 110 дошкольных групп компенсирующего вида К сожалению, конечно, константируем и такой факт, что очередь в эти группы у нас есть Но открывая дошкольные учреждения вновь Мы также открываем и группы компенсирующей направленности Вот, в частности, детский сад, который был открыт вчера, 157-й Сиверка В нем открыты две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи То есть эта работа ведется Также у нас в действующих детских садах есть логопункты В которых занимаются логопеды с детьми с нарушениями речи Но проблема стоит в том, что таких детей, к сожалению, становится очень много Которые что-то не выговаривают у нас Дефекты речи появляются Поэтому на сегодня получить дополнительную эту услугу можно В центре Леда, он находится у нас на Воскресенской Один, там также можно записаться к логопедам При поликлинике можно получать эту услугу от дефектологов Поэтому рассматривать вопрос со стороны о том, что недоступна услуга у нас в коррекционном учреждении Мы сегодня такой факт не констатируем Ну или, по крайней мере, даже в любом детском саду можно получить номер телефона, контактную информацию Туда, куда можно обратиться в случае... Обратиться у нас можно на медико-психолого-педагогическую комиссию центральную у нас городская По телефону 207-208 записаться на комиссию Там расскажут, когда можно будет подойти И пропишут направление ребенка по маршруту, которому ему в дальнейшем будет дано обучение Нина Сергеевна, предлагаю сейчас вернуться в русло, скажем так, образовательной программы, образовательных стандартов Вот как наши детсады приспосабливаются к новым условиям работы по так называемым федеральным госстандартам Что они из себя представляют и вот как уже наши учреждения, так сказать, работают в новом ключе Ну, впервые в федеральном законе об образовании прозвучали, что государственный образовательный стандарт Будет реализовываться в дошкольных образовательных учреждениях Не секрет, что образовательную программу мы всегда реализовывали, несмотря на то, что были мы в стандарте или не были Присмотр и уход — это отдельная услуга, которая входит в образовательную услугу На сегодня у нас разработан план работы перспективной по введению государственного образовательного стандарта в дошкольных образовательных учреждениях И планомерно с 2013 года по истечению 2015 года мы будем, все дошкольные учреждения реализовывать государственный стандарт. В чем отличие? Отличие это, наверное, создание условий в дошкольных образовательных учреждениях. На сегодня идет подготовка кадров специально для обведения в ГОСТ. Нормативно-правовые документы меняются. То есть руководитель учреждения сегодня обеспокоен тем, чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс для того, чтобы реализовывать в полном объеме стандарт. На сегодня в городе существуют три федеральные площадки по введению федерального государственного стандарта. Это три образовательных учреждения. 174-й детский сад, 178-й детский сад и 148-й. В дальнейшем эти учреждения у нас будут являться тьютерами по введению федерального государственного стандарта. В настоящее время у нас в городе создалась, можно сказать, модель по введению в ГОСТ. То есть мы непосредственно работаем с Федеральным институтом развития и образования в городе Москве, с администрацией Архангельской области, а также работаем с институтом открытого образования в Архангельской области. А вот три детских сада, которые вы назвали, стали площадками введения этого стандарта. То есть на них такая особая ответственность лежит. Там проводятся семинары с педагогами. Да, семинары, консультации проводятся. На сегодня они полностью работают по программам, которые Федеральный институт развития и образования доставляет материалы. На сегодня в чем сложность состоит? В том, что, к сожалению, до сих пор не утверждены образовательные программы, по которым мы сможем работать. То есть это все пробные варианты. А вот эти три учреждения на себя взяли ответственность, что они готовы идти к стандарту, прокладывая путь, для того, чтобы потом было как можно проще нашим учреждениям войти в образовательную среду по введению в ГОСТ. Ну, скажем так, Федеральный госстандарт так красиво, мощно, так масштабно звучит. А все-таки нашим малышам им гораздо интереснее, скажем так, прийти, собрать конструктор, еще что-то. То есть вот именно вовлечение в этот игровой процесс. И знаю, что на приобретение как раз дополнительного оборудования выделяются средства, в том числе и бюджетные, из резервного фонда мэра Архангельска на дополнительное оборудование. Вот в Сиверка, например, так и случилось. Что это за оборудование? То есть как-то оно принципиально отличается от обычного конструктора? Чем принципиально отличается? Это развивающая среда. То есть ребенок через опыты, через познание мира в игрушках действует своими действиями. То есть он сам прокладывает буквально свой опыт работы, вотворяя в жизнь. И вот вы Сиверка привели, там действительно мэром города Архангельска были подарены вот эти игрушки в соответствии с новыми стандартами. То есть не просто куклы, мишки, машинки, а центры развития. То есть начиная от комплексов с песком игры, заканчивая химические опыты, вплоть до того, что у нас подготовительные дети группы будут заниматься этим. И то есть ребенок может сам осваивать все это, да, даже практически без помощи воспитателя? Нет, ну под контролем, конечно, педагога в любом случае это остается. Но это идет все. Чем принципиально различие по образовательной программе? То, что мы идем через ребенка, чем он хочет сегодня заниматься. И от этого зависит его развитие. Не что ему сказали делать, а что он хочет именно конкретно сегодня познать в этом мире. Да, ну замечательно, когда, наверное, появляются такие условия в наших дошкольных учреждениях. Потому что еще несколько лет назад, например, во время моего пребывания в детском саду, такое, наверное, было сложно представить, согласитесь. То есть заметно эволюционировало у нас дошкольное образование в этом плане. Ну, на это требования повышаются. И потом уровень образования детей на сегодня, вы сами понимаете, совсем другой. Дети более продвинутые, будем так говорить, даже дошкольники. А вот уже сейчас многие родители как раз задумываются о том, как начнется учебный год у дошкольников, куда, в какое учреждение отправится ребенок. Где можно подать заявку, где ее оставить, по каким координатам можно связаться и с кем, чтобы вот ребенок пошел в детский сад? Ну, в этом учебном году мы детей будем зачислять на 1 июля 2015 года. То есть не на начало учебного года 1 сентября, а в летний период. Информация для города будет с 1 июня доступна для родителей. Детей будем зачислять 2012 года рождения. Начнем с них, потому что тем, кому исполнится на 1 сентября 3 года, они все должны быть в дошкольных образовательных учреждениях. Затем приступим к детям льготной категории граждан. Информацию о том, поступил ребенок или нет, можно узнать будет по телефону 607-437. У нас это многоканальный телефон и информацию предоставят с 1 июня. Также у нас, когда получат приказы Департамента образования и образовательные учреждения, руководители образовательных учреждений информируют родителям о том, что им предоставлено место в дошкольном учреждении. Кроме того, на сегодня государственный портал муниципальных услуг, также можно узнать информацию о продвижении своей очереди. То есть родитель заходит на портал госуслуг, номер в очереди, заводит номер свидетельства о рождении или тот номер, который им был выдан при регистрации в очереди и узнает, зачислен его ребенок в дошкольное учреждение или он стоит в очереди. Давайте еще раз продублируем информацию, куда можно зайти, на какие сайты, позвонить по каким телефонам. Итак, для того, чтобы узнать, поступает ваш ребенок с 1 июля 2015 года в дошкольное учреждение, можно узнать по телефону 607-437 с 1 июня 2015 года. Также можно узнать на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг Архангельской области. Навигация по порталу услуги, номер в очереди в детский сад, далее ваш номер очереди, либо номер свидетельства о рождении ребенка. Нина Сергеевна, спасибо большое за интересную, полезную, я думаю, информацию для наших родителей. Надеюсь, что современные инновационные технологии в наши дошкольные учреждения будут приходить такими же быстрыми темпами, как и возведение новых детсадов у нас в Архангельске. Я надеюсь, что сданный вчера в Сиверк, это далеко не последний проект. Кстати, вот перед тем, как попрощаться, еще забыл спросить про детский сад на Розочке. Скоро он тоже примет, я так понимаю, что малышей. В перспективе в этом году у нас мы рассчитываем, что, скорее всего, с 1 сентября мы откроем новый детский сад 117, у нас уже номер есть, под названием «Веселые звоночки» на Розы Люксембург. То есть «Веселые звоночки» прозвонят на улицы Розы Люксембург. А в Соломбале тогда что за звоночки прозвучат? Потому что проект детского сада там тоже, я так понимаю. Да, на сегодня готовится проект по строительству детского сада в Соломбальском округе, и я думаю, что начнем мы это строительство в 2016 году. Замечательно. На такой позитивной ноте разрешите с вами попрощаться с пожеланиями всего самого наилучшего и самыми теплыми словами благодарности и пожелания успехов в адрес вас и ваших коллег накануне 8 марта. Спасибо. Спасибо. Напомню, что гостем программы в центре внимания была начальник отдела дошкольного образования Департамента образования мэрии Архангельска Нина Филимонова. Если тема настоящего и будущего детских садов Архангельска не оставила вас равнодушными и вы хотите ее продолжить, ждем ваших пожеланий на адрес infosobachka.ps29.ru. Новые темы и новые герои совсем скоро в этой студии. А сегодня в ней работал я, Артемий Заварзин. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok